СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПАТРУЛЬ КОРПОРАЦИЯ РОСНЕФТЕГАЗ Здравствуйте! Теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. Уже несколько выпусков подряд мы не рассказывали о том, как продолжают злодействовать интернет-мошенники. Но это не значит, что северяне не ведутся на уловки киберпреступников. Вот одна из свежих сводок. Пенсионерка из Лабытнанги поверила мошенникам, и они лишили ее более миллиона рублей. Свежую статистику по таким преступлениям подготовили и в прокуратуре Нового Уренгоя. За пять месяцев 2020 года их стало на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, с января по май 2019 в Новом Уренгое зафиксировали 195 интернет-мошенничеств. То в 2020 в этот же срок их уже 355. Ущерб составил более 15 миллионов рублей. Совет простой. Если вам позвонили якобы из банка и требуют назвать вас какие-то данные, то верить собеседнику не стоит. В таких случаях нужно просто класть трубку, после чего перезванивать по номеру телефона, который указан на задней стороне банковской карты, чтобы убедиться, что с вашими средствами все в порядке. Необычная история про воришек-смельчаков развернулась в Пуровском районе. Местная жительница позвонила в отделение полиции и рассказала, что неизвестные выносят вещи из квартиры ее соседки. Полицейские выехали на место и обнаружили двух мужчин. Как после выяснилось, оба они безработные, один был ранее судим. На месте происшествия полиция обнаружила и награбленные пылесос, вентиляторы и другие ценности под окном квартиры. За ними злоумышленники планировали вернуться после. К слову, сама жертва незадачливых воришек, хозяйка этого самого дома, спала в своей квартире. Подозреваемые в содеянном раскаиваются. В отношении них избрана мера пресечения подписка о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Пригласил старого знакомого в гости и потерял авто. Это реальный случай из жизни одного из новорингуйцев. Мужчина в заявлении правоохранительным органам сообщил о том, что его знакомый, улучив подходящий момент, взял ключи от машины, а после того, как покинул квартиру друга, угнал припаркованный автомобиль. Уехал нарушитель порядка недалеко. Похищенную машину полицейские нашли неподалеку от места угона. В отношении ранее судимого 20-летнего новорингуйца возбуждено уголовное дело. В Лабытнанге осудили женщину, которая слишком бурно отметила 8 марта в этом году. 35-летняя горожанка выпивала спиртное со своим сожителем и учинила с ним ссору. Решить конфликт она решила силой. Схватила рюмку и ударила ей возлюбленного в висок. В результате примененного насилия потерпевшему причинен ушиб головного мозга, осложнившийся обильным кровотечением, который повлек наступление тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни. Суд назначил виновное наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Известно, что пара продолжает жить вместе, а потерпевший воспитывает детей своей обидчицы. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Оптом. Оперативный контроль качества обеспечивает передвижная независимая лаборатория Госрегион Стандарт. Сдаем в аренду жилые и производственные помещения. Подробности об организаторе по телефону 8 800 100 99 97. Субтитры создавал DimaTorzok